Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». И сегодня у нас в студии заведующая консультативно-диагностической поликлиникой при Рязанском медуниверситете Юрий Гусак. Здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Кириллович, вот насколько мне известно, клиника ваша необычная, и многие ее называют профессорской. Как объясните такое название? Да, пользуясь случаем, я хочу приветствовать наших жителей города и области. Да, я сегодня представляю Рязанский медицинский государственный университет. Да, сегодня мне поручено довести до наших жителей, что существует такая поликлиника, профессорская поликлиника, которая призвана оказать помощь всем, кто нуждается в ней. И профессорская получила не случайно название. Оно связано с тем, что из 28 видов медицинской деятельности, которые у нас лицензированы, 25 возглавляют доктора, профессора. То есть по существу абсолютное большинство помощи, которые может получить в нашей поликлинике обратившийся человек, связан с деятельностью того или иного профессора. Как давно она возникла и каковы причины ее создания? Ну, возникла она относительно недавно. Мы сейчас работаем четвертый год. Один был неполный год, и вот сейчас четвертый год полноценной работы. Необходимость была продиктована несколькими событиями. Во-первых, хотелось бы, чтобы наш потенциал профессиональный был донесен до людей, минуя ряд позиций, которые нередко будут необходимы пройти человеку для оказания помощи. Вторая позиция, что нам необходимо иметь и свою лечебную базу. Мы лицензируем ряд лечебных специальностей, ряд лечебных направлений, которые позволяют нам расширять и работу в ВУЗе, помимо лечебной работы. Ну и, в-третьих, она является и базой обучения для наших студентов, ординаторов, клинических интернов, базой для проведения ряда научных исследований. Какие основные задачи вы перед собой ставите? Ну, задача, как и любого медицинского учреждения, это, прежде всего, доступность, высокий профессионализм, ну и, в общем, удовлетворение потребностей пациентов, которые к нам обращаются. Основа, которой мы придерживаемся вот в течение последних этих лет. И считаем, что нам это удается, поскольку нет очереди. Есть предварительная запись. К этому часу, к этому времени пациент приходит, будьте любезны, профессор ждет и занимается вашим здоровьем. По каким направлениям ведется прием на базе поликлиники? Представлены практически все виды медицинской помощи. Терапия в разных отделах. Это кардиология, гастроэнтерология, это ревматология, это эндокринология, это хирургия в разных аспектах, и хирургия, которая связана с сосудами, ангиология, это хирургия суставов, это хирургия эндокринная, это инфекционные болезни, это кожные заболевания и нейрологические заболевания, гинекология, акушерство, это детские болезни. И так далее. Неврология, кстати, становится все более востребованной. Это кардиология, это, скажем, мы считаем, что замыкаем полностью обследование кардиологическим больным. Это и ультразвук, и сердце, и сосудов, это электрокардиограмма, это кардиологи высококлассные, это и профессора, и заслуженные врачи. В любом ассортименте. Пожалуйста, звоните, пользуйтесь этим моментом, пользуйтесь тем, что когда вы можете попасть к врачу, на прием, лишь только позвонив. Это редко удается. Давайте поподробнее поговорим о составе, о специалистах, которые работают на базе поликлиники. Ну, соответственно, этим специальностям, которых я сейчас обозначил, заведующий кафедр хирургии, заведующий кафедр неврологии, заведующий кафедр онкологии, ангиологии, травматологии, они все присутствуют на консультациях. Начнем с того же, скажем, нашего ректора, Романа Генча-Калинина, ангиолог, хирург, сосудистый хирург, иначе, чтобы было понятно. Дальше наш зам, онколог, Евгений Петрович Куликов, профессор онкологии. А дальше те, кто, скажем, рядом с нами, это неврологи Жаднов Владимир Алексеевич, это и эндокринолог Дубинина Несса Ивановна, это и, скажем, акушерогинеколог, представлен целой плеядой интересных врачей, и вплоть до подросткового акушерогинеколога, мы оказываем серьезную помощь нашим студентам, непосредственно обучающимся, создана молодежная клиника и так далее. То есть ассортимент различен, широта пользования нашей помощи тоже достаточно представлена, и помощь порядка тысячи-тысячи двести человек к нам обращаются ежегодно. Это мы не говорим о том, что есть и ультразвуковое исследование, это и есть денситометрическое исследование для определения уровня кальция в костях и ультразвук, который позволяет практически все виды и сосуды, и сердца, и плод, и так далее. И самое главное, что к этим приборам замечательны люди, которые работают на них. Все приборы сильны человеком, прежде всего. Как пациенты могут попасть к вам на прием? Легко. Набираем 46 08 46, вам отвечает регистратор, и вы называете проблему. И с вами идет общение. Кому лучше? Гастроэнтерологу или, скажем, ревматологу, к хирургу или к терапевту, к эндокринологу или к акушерогинекологу, вы общаетесь по телефону, обозначая свою проблему. Может быть, у вас есть интерес непосредственно к конкретному врачу, конкретному заведующему кафедру, доценту и так далее. Называет ее фамилию. Вас записывают, определяют день, который вам удобен, соединяются, договариваются с нашим врачом, ассистентом, доцентом, профессором, и обозначать дату встречи в поликлинике. А наш адрес – высоковольтный дом 11, 46 08 46. Прием бесплатный? Нет, он платный. Он платный прием. В зависимости от статуса человека, от его категории, эти вещи все обозначаются при оформлении наших взаимодействий между пациентом и сотрудником нашего вуза. Ну, говорят, что было бы здоровье, а все остальное приложится. Я надеюсь, что в первом вы поспособствуете нашим горожанам. Мы тоже на это надеемся. И говорим огромное спасибо студии «Город» за то, что дали нам такую возможность представить себя, изложить наши основные позиции и пожелать вам всем здоровья и здоровья. Спасибо. Это была программа «Семь минут». Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»